Внимание, дети! Профилактическая акция с таким названием продолжается в Белгороде. Уроки безопасности обучающие тренинги проводят сотрудники полиции совместно с уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области. На одном из таких уроков в 48-й школе побывала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Григорий Черепанов. Это какой знак? Что он нам говорит? Осталось. Молодцы. Движение запрещено, следование транспорта прямо, направо и по обе стороны регулировщика. Эти жесты второклашки усвоили. Также на таких уроках безопасности сотрудники полиции напоминают школьникам о правилах поведения пеших участников дорожного движения. Рассказывают о том, как и главное, где переходить дорогу. Особое внимание госавтоинспекторы уделяют дорожным знаком, который должен знать каждый пешеход. Водитель, тут внимательен, да, тут дети. Надо соблюдать правила дорожного движения. Если не соблюдать, то человек может попасть в аварию. У тебя есть свето-возвращающие элементы? Да. Когда ты ими пользуешься и как они важны, почему? Я ими пользуюсь зимой и когда темно. Теперь ты будешь после такого урока напоминать родителям о правилах безопасности в пеших зонах? Да. Такие уроки безопасности проводят сотрудники полиции во всех школах областного центра. На территории областного центра за 8 месяцев текущего года у нас зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 20 детей получили ранения различной степени тяжести. Еще одним из элементов правового воспитания детей является квест-игра. Ее проводит лично советник губернатора, уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых. Задача школьников – пройти станции и ответить на вопросы, касающиеся правоотношений. Такая интерактивная система обучения применяется на территории региона с прошлого года. Эту квест-игру создали уполномоченные по правам ребенка совместно с сотрудниками полиции. Такие квесты позволяют детям в игровой форме понять суть ситуации, не нарушать правила дорожного движения, а в других квестах правила безопасности, правила закона, нормы закона и так далее. И, естественно, получить определенные практические знания. Это очень важно для того, чтобы дети в жизни, естественно, были ориентированы более правильно и четко. Хотелось бы особое внимание обратить на роль родителей в воспитании законопослушных участников дорожного движения. То есть родители должны постоянно напоминать своим детям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения. Отметим, что профилактическая операция «Внимание!» Дети проходят на территории Белгорода с 22 августа и продлится до 15 сентября. Ее главная цель – напомнить школьникам о правилах дорожного движения. Григорий Черепанов, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.